Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Во время уона, сущу Иисусове Вифании, в дому Симона Прокоженного, возлежащую ему, приди жена, имущий алавастр мира нардного пестякия многоценны, и сокруша алавастр возливаше ему на главу. Бяху женицы негодующе в себе и глаголюще, во что гибель сия мирная бысть? Можа шабу сие продано быть и вязше трехсот пенись, и датися нищим, и прищаху ей. Иисус же рече, оставить ее, что ей труды да и тем. Добро дело садило о мне. Всегда бы нищие имоти с собою, и когда хочете, можете им добро творите. Меня же не всегда имоти. Ежевозможа сия сотвори, при дворе помазайте мое тело на погребение. Аминь глаголю вам. И держащий проповестца Евангелия сие во всем мире, ежесотвори сия, глагол она будет в память и я. Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры. Сегодня пятница, 6 февраля. Мы читаем Евангелие от Марка, главу 14, с 3 по 9 стих. А сейчас давайте откроем русский перевод Нового Завета, найдем эти евангельские строки, послушаем, как они звучат. «Когда был Иисус в Вифании, в доме Симона Прокаженного, и возлежал, пришла женщина с лавастровым сосудом мира, из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою, к чему сия отрата мира, ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев, и раздать нищим, и роптали на нее. Но Иисус сказал, оставьте ее, что ее смущаете. Она доброе дело сделала для меня. «Ибо нищих всегда имеете с собой, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповеданной Евангелие сия в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Вот такие евангельские строки мы с вами слышим. Господь находится в Вифании, пригород Иерусалима, селение, находящееся совсем здесь рядом, в доме Симона Прокаженного. Здесь упоминается человек, которого Господь исцелил все время от проказы, и вот тот благодарность свою встречал Христа, учеников Его, давал им кровь, кормил их. Тоже такой очень хороший пример благодарности. Тоже, наверное, каждый из нас может задать себе вопрос, а всегда ли мы благодарны Богу бываем, столько получая от Него ежедневно, всегда ли наше сердце готово открыться для Него благодарностью. Вот, к сожалению, часто человеку нужно очень сильное потрясение, чтобы потом понять, от чего Господь меня избавил. А вот эти вот постоянные, как нам кажутся, мелочи жизненные, ну, воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Когда дела у нас какие-то получаются, какие-то совпадения, как нам кажется. Когда ты утром проснулся и вовремя успел приехать на работу или на учебу, что, знаете, не случилась война в твоем городе, в твоей жизни. Не заболел ты или еще что-то не произошло. Все воспринимается как некая норма. Причем каждый человек где-то в глубине себя считает, что, ну, я-то точно достоин нормальной жизни, хорошей такой, доброй, чтобы мне везло, чтобы у меня была удача. То есть вот как это людьми называется. Эта забота Божия человека называется везением и удачей. Ну что ж, хорошо, действительно, если вот так вот Бога назвал удачей, чем-то неудошевленным, не требующим к себе какого-то отношения, ну и, в общем-то, действительно и делай все, что хочется. Если Бога нету, действительно, то и закона никого нет. А вот когда что-то произойдет у человека в жизни тяжелая, болезнь ли какая-то, какое-то потрясение такое вот страшное, когда он Богу молится уже от всего своего существа, ну хотя бы как может молиться, когда видит, что Господь исполняет волю его, тогда да, тогда что ж, тогда вот благодарить начинает. Но возникает вопрос, стоит ли дожидаться такого? Вот пришел Спаситель в дом Симона, прокаженный, тот его принял. И очень хорошо. И в этот дом, видим, пришла женщина с лавастром сосудом мира из нарда чистого, драгоценного. Здесь упоминается особый рот мрамора, из которого этот сосуд был создан. То есть, да, вот сам этот кувшин, это было некое произведение искусства даже в каком-то смысле. Что-то очень такое дорогое, драгоценное. Само мир было драгоценным. Дальше мы с вами видим даже упоминание стоимости вот этого вещества, которое употреблялось для благухания особого. Далеко не все могли себе позволить мир иметь. Вот смотрите, цена как 300 динариев. А много ли это или мало? Но вот есть упоминание, священописание в том числе, что дневная плата работника была один динарий. То есть, можно сказать, это годовая зарплата человека. Человека, который трудится с утра до вечера. Вот и можем с вами примерно посчитать, сколько стоила эта мира. Вот эта женщина пришла туда и разбивает этот сосуд, и выливает это мира на голову Христа. Почему она так поступила? Ну, есть здесь много объяснений, да, что это за женщина была, почему она так сделала. Ну, здесь одно как бы особенно явно. Опять же, в благодарности, благодарность Христу. Не пожалела какого-то сокровища. Да, можем сказать, что, видимо, эта женщина была не из бедных. Но вот здесь, опять же, и не сильная разница, бедный ты или богатый. Самое главное, есть благодарность тебе или нет. Знаете, можно быть и богатым, и благодарить Господа в свое сердце. А можно быть и бедным, быть внутри себя жестоким, жестким, немилосердным. Здесь, в этом плане, знаете, внешняя жизнь, она, как правило, может чему-то поспособствовать или не способствовать. Но вот это решение, каким я буду, что я буду делать, человеком всегда принимается самостоятельно. Так вот и здесь, в благодарность Христу и за исцеление, за то, что простил от грехов, избавил ее. Вот такое вот делает. То есть, мира молитв, мира благодарности, мира любви возливается здесь на Христа. Некоторые же вознегодовали. Ну, вот апостол Иоанн Богослов, он говорит, что Иуда из Крёцки особенно там возмущался. Потому что воровал. Потому что те деньги, которые жертвовали Христу, ученикам, за дело проповедей, ну, это такое обычное дело было. В те времена, да и всегда это было, в общем-то, такое дело обычное, нормальное. Да, всякий проповедник, всякий человек, служащий другим, он питается от этих людей. Он свою жизнь полагает на это. Знаете, как, например, учитель, да, в школе, преподаватель, в институте. Он не работает на заводе, да, то есть не вращивает хлеб, он не водит трамвай. Он воспитывает людей, да, учеников, студентов. Он дает им знания какие-то. И, в общем-то, за это его народ содержит. Точно так же и дело проповедника. Тот же самый принцип. Дело проповеди, их носил Иуда. Как-то вот так вот случилось. И оттуда потихонечку себя вознаграждал за дело. Как-то особенно себя где-то, вот, видимо, копил. Вот такой недуг у него был, который в итоге довел его до страшной беды. Вот, видимо, здесь его и возмущение, что, ну, вот зачем это мир вот здесь так тратить? Ну, принесла ты это миро, ну, давай вот его продадим, ведь быстро найдем покупателя. И, соответственно, вот потом как-то эти деньги потратим на что-то доброе. Казалось бы, и причин-то какую называют, что нищим раздать. Надеюсь, что Христос поддержит, потому что ведь Господь, Он всегда в милостив ко всем. Всякого человека принимает, всякого желает утешить. Хотя на самом деле, ведь, смотрите, вовсе не о добре, здесь Он родил, Иуда. А желал, опять же, себя обогреть вот этой суммой. Пусть не всей, но тем не менее. И ропчут. Но Господь сказал, оставьте ее, что ее смущаете. Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собой, и когда захотите, можете им благотворить. И меня не всегда имеете. И вот здесь вот нам показывается очень важный принцип отношения к Богу, отношения к ближним. Всегда это взаимосвязано на самом деле. Вот есть такая вещь, когда человек не желает любить Бога, он в итоге перестает любить людей, перестает любить ближних. То, что вообще без Бога справиться со своей самостью, самолюбия, ну, в общем-то, невозможно. Настолько это все у нас в костном мозге находится. Вот это вот наше эгоистическое что-то. И без благодати Божией, ну, себя не поменять. То есть это вот во-первых. И еще один принцип здесь нам показывается, то, что доброе дело нужно делать тогда, когда появляется возможность, а не откладывать его на потом. Сейчас надо сделать то, что дает тебе Господь. Тем более, если это касается дела уграждения Ему. Потому как мы не знаем, что будет с нами потом, что будет с нами завтра. Будет ли у нас вот это желание сделать добро. Ведь, знаете, вот здесь вот Иуда, кто-то из других апостолов мог его поддержать. Они как планировали, что да, вот раздадим нищим, поможем. Человек, ты не знаешь, какое у тебя даже настроение будет с утра. В каком ты будешь самочувствии? Появится ли тебе эта возможность? Смотрите, Спаситель как раз ведь это здесь и подчеркивает, говоря, что нищих всегда имейте с собой. И когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имейте. То есть получается, вот сегодня, оно вот есть, эта вот возможность, да, мне добро сделать. Вот в той ситуации, как это было. А завтра мне уже с вами не будет. Да скоро не будет. Возможно, сделать добро там вот какое-то другое, оно да, будет, несомненно. Но именно вот это уже нет. То есть человек, успевай, пользуйся. Тем более, если это связано вот с таким благодарением Господу. А потом ведь, смотрите, еще вот он, о чем говорит, что женщина эта, она предварила помазать тело к погребению мою. Что, то есть, вот что скоро будет, вот о чем вы должны заботиться. Я вам об этом неоднократно говорил. О временах, когда меня схватят и предадут, убьют меня. А у вас сейчас рассуждение о чем-то другом. Вот такое Евангелие. Сегодня мы с вами успели прочесть. Братья и сестры, читали мы Евангелие от Марка, главу 14, с 3 по 9 стих. И сейчас напоминаю также каждому из нас, что необходимо читать Священное Писание ежедневно. Благословение Господне, да, пребудет со всеми нами. Благословение Господне, да, пребудет со всеми нами.